Итак, для всех приветствую на своем канале Нифам и Тинфам, и с вами Елена. В этом видео мне бы хотелось показать свой новогодний макияж. Я сейчас приберу, чтобы вы увидели, что же я выбрала в этом году. На самом деле макияж, который подходит под мой наряд, он сделал в голубых тонах, немножко такой новогодний, снежный, зимний макияж, очень нежные такие розовые губы. Так что, если вам интересно узнать, как же сделать этот макияж, то предлагаю с вами оставаться со мной на следующей неделе. Подготовим лицо с помощью базы. У меня она от Еврошей. Я немножко выдублю на руку и буду наносить на все лицо по массажным линиям. Не забывая область вокруг глаз, так как база заполняет наши мелкие морфинки и делая их менее заметными. Я воспользуюсь набором консилеров от Катрис. И начну я с зеленого. Ими я уберу красноту своих прыщиков. У меня пару мелких таких прыщиков красных. Затем из той же палетки от Катрис я возьму средний вежевый оттенок. И кисточкой буду перекрывать свой зеленый цвет. Также синячки под глазами. Затем безымянными пальчиками я буду аккуратно все растушевывать. Приступаем к самому макияжу глаз. Я буду использовать как базу и базовый цвет кремовой тени от Maybelline. Это белый цвет. Наносить буду просто пальчиками. При нанесении главное не набрать слишком много продукта. И очень хорошо тушевать. Иначе у вас это получится комками. Хочу также добавить, что кремовые тени один из моих любимых продуктов. Потому что их можно и вместо базы, и как базовый цвет теней. А также я люблю носить их вместо хайлайтера на щелки, переносица носа и над губной складкой. Действительно, этот продукт дает очень красивое переливание. Особенно, когда вы поворачиваете свое лицо. Для следующего этапа я воспользуюсь жидкими тенями Masterpiece от Max Factor в оттенке 4 Night Sky. Этот оттенок очень хорошо подходит под мое платье. Я его специально, кстати, подбирала. И теперь буду осторожненько наносить на уголок своего глаза. Затем растушевывать пальчиками. Продукта наносить совсем мало и растушевывать очень хорошо, иначе получится некрасиво. Теперь я буду кисточкой просто набирать продукт и наносить на нижнее веко. Тоже в уголочек. Также хорошо тушу. Чтобы создать красивую форму, я также подкорректирую границу наверху. Из своей палетки от Yves Saint Laurent я возьму вот этот вот сиреневый серо-цвет с блестками и буду наносить на оставшееся веко, то есть в уголок и на середину. В том числе я пройдусь по верхней границе моего темного оттенка, чтобы сделать это более нежным, более дымчатым. Следующий будет уже темно-синий оттенок из этой же палетки. И носить буду его с помощью кисточки карандаш от NYX. Этот цвет я нанесу в уголок глаза в виде формы V или в виде птички. Следом я растушую границы растушевочной кистью, чтобы у нас получилась более красивая дымка. Для следующего оттенка мне понадобится ярко-голубой с блестками карандаш Каял, который я нанесу на всю нижнее веко, а также пройдусь по слизистой глаза. Следом по верхнему ресничному краю. Спонжем этого же карандаша я растушую линии. Ну а затем нам понадобится любой белый оттенок. Я возьму из палетки Dior. Нанесу на уголок глаза, а также на косточку. Тушить Dior Dior Show в оттенке 268. Темно-синий оттенок поможет мне завершить последний этап в макияже глаз. Скошенной кистью и палеткой от Catrice я оформлю свои брови. Следом закреплю их таким вот гелем от Evroche. Блестки в виде пудры от Evroche я нанесу на область для хеллайтера, для того, чтобы сделать еще более такое красивое освещение. В качестве румян я использую свою палетку от Dior. Такой нежно-пудренный оттенок розового. Наносить я буду своей любимой кисточкой от Helene Rubinstein. В паде на щек я подчеркну кремово-румянами от Maybelline в оттенке Plum, то есть слива. Ну что ж, теперь приступим к нашим губам. Для этого я воспользуюсь карандашом от NYX в оттенке 848 Flower. Такого розового цвета с блестками. В качестве помады я возьму жидкую такую вот помаду, которая долго держится в оттенке 150 от Maybelline. Этими двумя продуктами я оформлю свои губы. Большой плюс этой помады в том, что она долго держится и, конечно же, ее бальзамы, которые освежают, во-первых, цветы, во-вторых, не дают вашим губкам слишком засохнуть. И за весь новогодний вечер ваши губы будут выглядеть просто великолепно. Закончу я макияж всего лица вот такой вот пудрой от Вевраше с блестками и нанесу на все лицо и также не забываю в шее. То есть наш макияж с вами уже готов. Вот его конечный результат. Всем пока, крепко вас целую и до следующего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok